Болезни суставов Более подробно на эту тему будем говорить прямо сейчас Либо за монитором, либо за рулем Машинки за нас стирают и моют посуду Лифты подвозят даже на незначительную высоту Лишний метр прошагать стало большой проблемой Такой образ жизни нередко приводит к болезням суставов Пусть это не самое важное, но все же причина артритов и артрозов В основном жалобы на боли в суставах Вследствие заболеваний или последствий травм Боли в позвоночнике Эти заболевания, как правило, начинаются с боли в суставах Люди жалуются, что суставы крутят, кости ноют И создают неприятные ощущения Основные симптомы это действительно болевой синдром Это нарушение походки, нарушение функции суставов Деформация суставов, нарушение функции, уменьшение объема движений Постоянный дискомфорт Поражение суставов воспалительного характера называют артритом Невоспалительные заболевания суставов называются артрозами Артриты делят на два типа Моноартриты, когда воспален только один сустав И полиартриты, когда пораженных суставов несколько Кроме того, заболевания суставов бывают острыми и хроническими Причины у каждого пациента различные Это могут быть поломки иммунной системы Нарушение обмена веществ, травмы, инфекции И даже недостаток витаминов Наиболее частые причины воспалительного поражения суставов Инфекции и аутоиммунные заболевания Причин множества Есть так называемые диапатические артрозы Причина которых Это Общее старение Это Наша экология Сопутствующие заболевания И просто непонятные причины Есть пусть травматические Связанные с травмой в анамнезе Явные или какой-то микротравматизации Вследствие занятий тяжелым физическим трудом или спортом Врачи называют основные причины, по которым развиваются болезни суставов На первых местах малоподвижный образ жизни Который сопровождается неправильным распределением физических нагрузок Так, например, когда человек целый день просидел на рабочем месте А вечером резко начал нагружать организм нагрузками Такое поведение приводит к перегрузке суставов Что в дальнейшем может привести к воспалению К слову сказать, люди, которые проводят много времени в спортзале И дают большую нагрузку себе Тоже страдают этой проблемой Далее в списке причин Избыточный вес От него тоже сильно страдают суставы Инфекционные заболевания на третьем месте Они являются грозной причиной Даже ангина и грипп могут давать осложнения на суставы Вызывая в них воспалительные и дистрофические явления Аутоиммунные реакции Сбои в обменных процессах Механическая травма и наследственная предрасположенность Все это причины болезней суставов И что самое печальное В группе риска любой человек Любой человек просто на прием Нарушение функции передвижения Всегда достаточно серьезная мотивация пациенту обратиться к доктору Если возникают первые признаки заболевания А это, как мы уже выяснили, боль Необходимо обратиться к врачу Это может быть терапевт по месту жительства Или узкий специалист Ортопед-травматолог Должен обратиться к себе в поликлинику по месту жительства К участковому терапевту или хирургу Для того, чтобы Первично произошла оценка состояния И необходимость направления к узкому специалисту У нас достаточно много семейных врачей Которые имеют общее знание по всем направлениям После чего они делают минимальное исследование УЗИ или рентгенография Генография пораженного сустава Дальше дают направление определенной формы Для консультации узкого специалиста Лечение болезней суставов проводится комплексом Но для начала необходимо установить причину По которой возникло поражение И постараться, если это возможно, устранить ее Далее врач назначает медикаментозную терапию Которая снимает боли воспаления Восстанавливает ткани хряща Уничтожает инфекцию Укрепляет защитные силы организма И устраняет аллергию, если она присутствует Методы лечения есть консервативные и оперативные Консервативные – это начиная от банальной разгрузки сустава То есть взять в руки трость или костыли И уменьшить нагрузку на пораженный сустав До лечения амбулаторно, стационарно, комплексом медикаментозным, улучшающим кровообращение, снижающим воспалительный процесс Опять же физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, парафин, электрофорез в том объеме, который необходим данному пациенту До оперативного лечения – это реконструктивные операции на суставах, либо замена на искусственные, антипротезированные Если болезнь уже в тяжелой стадии, остановить ее полностью бывает невозможно Но все же помочь больному врачи могут Остановить или вернуть стадию заболевания на меньшую – это уже невозможно Но приостановить процесс, облегчить страдания и улучшить качество жизни – это мы всегда можем Если мы выявляем артроз уже на третьей стадии заболевания, то, конечно, там вопрос уже идет обычно о замене сустава Самое главное – не устают напоминать медики Необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, чередовать нагрузку и отдых, заниматься физическими упражнениями Самая главная профилактическая мера – это постоянное движение То есть мы не должны стремиться к каким-то огромным результатам спортивным А именно движение, ходьба, постоянная, хотя бы в быту, минимальная легкая нагрузка То есть движение – это жизнь Недаром было сказано еще лет 30 лет назад Это выражение очень актуально Надо двигаться, плавание и движение очень хорошо помогает Профилактировать именно заболевания суставов Особые рекомендации для спортсменов – они должны правильно подходить к занятиям спортом Соблюдать все рекомендации и максимально защищать свои суставы от серьезных нагрузок Иначе в старости эти самые суставы напомнят о себе Если молодые люди занимаются в спортивном зале любым видом спорта для себя Или для достижения каких-либо результатов Нужно подходить к этому грамотно Разогреть мышцы, защитить суставы определенными видами ортезной продукции На коленнике или эластический бинт И тренироваться с участием профессионального тренера Если же эта нагрузка идет постоянно Даже занятия для себя спортом в тренажерном зале То, соответственно, перегрузить суставы довольно трудно Потому что нагрузка идет ежедневно А если человек никогда не занимался, пришел в спортзал и взял большой вес То есть, извините, там и не только суставы, мышцы, сухожилия можно повредить Боли в суставах, скованность в их подвижности Частые простудные заболевания, которые сопровождаются неприятными ощущениями в суставах Твердое образование или уплотнение на фалангах пальцев Нарушение мелкой моторики Все эти симптомы должны вас насторожить и привести к врачу Помните, самолечение противопоказано Вот такие несложные рекомендации Надеюсь, советы врачей вам будут полезны Вы обратите внимание на свои суставы и станете к ним бережно относиться Ну и, конечно, займетесь физической нагрузкой Берегите себя и не болейте Увидимся через неделю в обычное время в 20.50 на телеканале ИТВ До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok